Доброе время не суток всем, друзья, подписчики, зрители наших каналов, с вами Вуди Эпик и... Вида! Всем привет! И сегодня мы будем проходить новеллу, мы однажды решили начать смотреть аниме, вдохновились тем, что можно переводить свои... Ну, делать переводы от своего лица аниме, потому что мы слышали некоторые переводы, они нам не очень нравились, и мы такие, блин, было бы круто переводить, этим вдохновились очень... Ну, так как мы не учи, то мы решили начать хотя бы с новелл, потому что, ну, типа, немножко потренироваться, натренировать своё чтение, натренировать какие-то, знаете, эмоции во время чтения, ну и, собственно... И вам что-то будет интересненькое, новенькое на канале, и сегодня у нас новелла, она очень маленькая, и называется она «Круги на воде», очень знаменитая, насколько я слышала, где-то так пару лет назад, но неважно. Посмотрите на эту миленькую героиню, она просто похожа, я не знаю, на меня, ну, чем-то, я не знаю, я люблю вкусняшки. Да, волосы у меня очень похожего цвета, и она тоже любит котеек. Мне кажется, тут половина тех зрителей, которые будут смотреть, а я думаю, что будут там, это, женского пола, зрители, да, и они будут тоже такие, типа, блин, я тоже люблю печенье, я тоже люблю котеек, чёрт, она похожа на меня! Типа, ты не права, она похожа на меня! Ну, не суть, в общем, будем начинать или как? Угу, давай. Правда, я на самом деле даже не знаю о чём, ну, как, вроде как о фотографе, который ненавидит людей. Всё, больше я особо ничего не знаю, поэтому как-то уже будем начинать. Что ж, это рассказ о людях, которые гладят меня против шерсти. То есть гладят меня против шерсти, это типа, которые меня бесят, проще говоря. Думаю, всё началось ещё в начальной школе. Однажды наша учительница надула воздушный шар и написала на нём «Самовыважение» и подвесила на стену. Она объяснила, что все мы подобны воздушному шару, без чувства собственного достоинства. Мы будем вялыми, мелкими и грустными. Похоже, всех очень вдохновили её слова, но со мной этот фокус не прошёл. Наблюдая, как этот шар с каждым днём становился всё меньше, я чувствовал, что высокая самооценка не может дать людям ничего, кроме кратковременного чувства собственной важности. Но кроме меня, никто этого не замечал. Каждый продолжал идти по своей короткой, жалкой жизни, раздутой от самодовольства, становясь всё меньше и меньше. А больше всего я ненавижу мечтателей, которые считают, будто способны изменить мир. Кстати, тут я немножко на это самое не согласен. Не согласен? Есть такое. Думаю, за их великими замыслами о прекрасной жизни скрывается банальное желание остаться в памяти людей, отчаянная попытка сохранить воздух в своём шаре самодовольствия. А вот здесь есть только правды. Да, только. Но мир никогда не изменится, как бы вы ни старались, всё останется прежним. Человеческая жизнь просто капля в море. Эти визуальные эффекты просто меня поражают, Вика, да. За эти мысли многие считают меня пессимистом, на меня совершенно не волнует чужое мнение. Хотя Илья вообще реалист, насколько я уже это поняла. Да. Куда проще жить, не пытаясь изменить мир, потому что я просто сосредоточился на любимых делах, таких как фотография. Не важно, что эти изображения запросто могут... Не важно, что эти изображения могут запросто пережить меня. Я фотографирую только природу, образы которой не изменятся до скончания веков. Я ненавижу снимать людей, я терпеть не могу людишек, которые лезут в кадр, прыгают и машут руками, надеясь остаться на плёнке в нашей памяти. Я тоже, кстати, как бы это странно не звучало. Вот почему ты меня не снимаешь. Да. Я ни за что не буду тратить плёнку на этих пустышек. Умирая, люди уходят навсегда, что вполне меня устраивает. Я живу в небольшом горятке, однако здесь можно отыскать много... Ммм... Потаённых... Потаённых... Что? Потаённых? Потаённых мест, где всегда есть что-нибудь необычное. О, смотри, какая милая локация. Да, немножко изменилась локация. Знаешь, тут читаю-читаю, тут, оп, картинка поменялась. Круто. Просто мы первый раз, знаете, поэтому мы под впечатлением будем. Вот. Сегодня мне предстоит отправиться сюда. В маленький парк, затерявшийся за плотными кронами деревьев и старым зданием школы. Вряд ли здесь удастся сделать хороший кадр, но, по крайней мере, я смогу укрыться от людей. В парке. Гениально. Я навёл камеру на ближайший куст, чтобы... Я навёл камеру на ближайший куст, чтобы проверить освещение. Время близится к вечеру, но солнце пока достаточно высоко, чтобы сделать парочку хороших снимков. Что это за звуки? Заметив за кустом какое-то движение, я осторожно двинулся вперёд, держа фотоаппарат перед собой. Будто он сможет защитить меня, если из-за куста что-то выскочит. Например, я. Учитывая, насколько дорогой этот фотоаппарат, наверное, было бы лучше принять удар на себя. Это девочка. Что она здесь делает? Она... Она плачет? В нерешительности я отступил назад. Если девочка приходит сюда поплакать, мне не стоит вмешиваться. Но этот плач больше подходит на... Мяукния! Типа что? О, привет! Девочка спокойно посмотрела на меня. В этот миг я заметил, что она гладит маленького котёнка. Я бы сказал, котейку. Это типа эффекта котейки. Ещё два котёнка играли возле её ног. Должно быть, именно их писк привлёк моё внимание. Привет! Извини, что помешал. Я, наверное, лучше пойду. Ты вовсе не мешаешь. Погоди. Котёнок, которого она гладила, лениво зевнув, потянулся к руке. Вот, держи. Девочка протянула котёнку печенье. Котёнок радостно ударил по лак... Ударил по лаком с ту лапой, а потом схватил его своими маленькими зубками. Да-да-да. Типа, мыл, котёнки. Чем ты их кормишь? Куки, это печенье. Я испекла его утром. По-моему, не стоит расходовать еду на кучу каких-то кошек. Типичный, Илья. Нет, это того стоит. Ты же знаешь, они в любом случае умрют. Боже, бездомным животным редко удается долго протянуть на улице. Какой ты бяка. И? Тогда зачем их кормить? Бессмысленно. Котята, проголодались. Разве мне нужна ещё какая-нибудь причина? Думаю, нет. Почему ты тогда даёшь им печенье? Действительно странно. Потому что только они будут его есть. Типа, больше некому ей делать печенье. Я вообще... Вот вас на самом деле не удивляет котята, которые едят печенье. Потому что он настолько вкусный, что они решили даже его сожрать. Печенье с человеческим мясом. Ладно. Эм, чего? 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 Что? Извини. Мне пора домой. Вот и вечер наступил. Девочка нежно похлопала котёнка по голове и ушла. Тих-тих-тих-тих-тих. Она даже не попрощалась, даже не зная, обижаться мне или нет. Да и какое это имеет значение. Котята сбежались к моим ногам, и я встал на колени, чтобы сделать пару с ним. Как, кстати, людей не фоткает, а котят на ура. Эх, уже стало совсем темно. Но теперь я ничего нормально не сниму. По крайней мере, с этой камерой сегодня мне уже не удастся хорошо пофотографировать. Агрессиво-то как они кибели, да? Угу. Не знаю, зачем я вернулся сюда. Я сказал себе, что мне просто нужны хорошие кадры, ведь вчера я не успел ничего снять. Но я уверен, что просто лгу себе. О, ты вернулся? Я просто хочу сделать пару снимков. Тогда я не буду тебе мешать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я пошла, да. Я сделал пару скучных снимков, поглядывая на девочку и барахтающиеся у ее ног котят. Чем ты их кормила сегодня? Хм, наверное, это можно назвать пончиками. Ты их тоже сама испекла? Конечно, сегодня утром перед школой. Пришлось встать пораньше, чтобы все успеть. Но зачем? Отклупый. Ну, знаешь, тесту нужно время, чтобы подойти. Ну, я не это имел в виду. Да? Тогда что? Зачем столько трудиться ради еды для кучки котят? Наша тема, хорошо, начинай сначала. Я же сказала, потому что они ее едят. Знаешь, я всегда любила выпечку. И что у ней самое лучшее, так это возможность поделиться с другими. Прям как я недавно делилась, была же Пасха. Я приносила много всяких вкусняшек, которые мы с вами сделали. И все были очень довольны. На работе? Да. Когда-то я даже мечтала о своей пекарне. Да? В прошлом году я испекла кексы для всего класса. Я встала рано, чтобы выпечка была свежей. И использовала самые лучшие ингредиенты, какие только могла себе позволить. Я хотела, чтобы кексы получились по-настоящему особенными. Вот только они никому не понравились. Многие девочки даже не попробовали их, сославшись на строгую диету. Как это типично. Я была так рада, когда несколько мальчиков решились взять мои кексы, но они просто стали кидаться ими друг в друга. Ублюдки. Я даже угостила учителей, которым казалось, моя выпечка пришлась по нраву. Но в конце концов, я нашла эту выпечку в корзине для мусора. Какие злые люди. Еще бы. Люди никогда не ценят то, что им причитается. Нет никакого смысла стараться ради других. Может быть. После школы я пришла сюда. Мне хотелось поплакать, но эти малыши прибежали и развеселили меня. Я предложила им свои кексы, и котята с удовольствием их съели. С тех пор я каждый день им что-нибудь приношу. Это моя благодарность. За что ты их благодаришь? За то, что они рады отведать моей еды. Что я люблю больше всего на свете, так это видеть улыбку людей, которые едят мою выпечку. Я хочу радовать людей, чтобы сделать этот мир лучше. Это же глупо. Глупо? Нет никакого смысла кого-то радовать. Рано или поздно люди снова впадут в уныние. А потом они умрут. Ты правда так думаешь? Ну, как бы да. Понятно. Ты ужасный нигилист. Только не говори, что ты собираешься применять ко мне всю эту философию. Нет, ладно, мне пора. До завтра. Чего? Меня зовут Кью. А тебя? Кода. Пиши как кодек. Кодек, да, кстати. Тогда до завтра, Кода. Даже не думай. Конечно. А? Угу. Она мило улыбнулась и ушла, как и в прошлый раз котята побежали ко мне, но я не стал утруждать себя их фотографированием. Все равно здесь слишком темно и скучно. Даже если сегодня у меня не будет хороших снимков, не думай, что стоит сюда возвращаться. Ну да. И все же... Привет, Кода. Ты пришел просто фотографировать, да? Да. Снимки, которые я вчера напечатал, получились не очень. Ты проявляешь фотографии? Ее голос прозвучал искренним удивлением. Я почувствовал в нем нотки победы. Этот цифровик, здесь все слишком просто, ничего интересного. Он прощает любые ошибки. Понятно. Это тебе. Кью протянула мне пластиковую коробочку, перевязанную лентой. Что это? Печеньки. Ты же хочешь попробовать, верно? С чего ты решила? Вот глупый. Но ты же вернулся. Вздохнув, я открыл коробку. Меня встретил сладкий аромат корицы и шоколада. Я откосил кусочек, в самом деле, очень неплохо. На мгновение я удивился, почему другие не приняли ее еды. Кстати, я бы отобрал на его месте укатая к еду. Ладно, шоколад. Это жестоко. Но быстро осознал, что это просто часть человеческой природы. Извини. Ты не улыбнулся? Видимо, печенье получилось невкусным. Вовсе нет, я просто немного разозлился на тех, кто не оценил твою выпечку. Не стоит. Если тебе понравилось, просто улыбнись. Здесь надо фоточку без зубика вставить. Ты так старалась, что я улыбнулся? А, ты так старалась, чтобы я улыбнулся? Ты не похож на счастливого человека. Я искренность стрелой коснулась моего сердца. Ох тыщ! Потому... Вот это уже совсем не твое дело. Но ты же вернулся, чтобы встретиться со мной. Я не говорил, что вернулся ради тебя. Этого и не нужно. К тому же, это совсем не важно. Все равно завтра я опять буду несчастен. Тогда завтра я принесу тебе больше печенья. Ты правда хочешь увидеть мою никчемную улыбку? Я хочу, чтобы все улыбались. Хех. Очередная несбыточная мечта. Вот за это я так ненавижу людей. Ты не любишь людей? Ну, конечно. Они все только разрушают. Как же? Они влезают в кадры, когда их об этом не просят. Или скачут вокруг как полуумные. Я так не могу. Это все так раздражает. А я тоже тебя раздражаю? Ну, такие оптимисты, как ты, всегда вызывают у меня отвращение. Но ее удивительная... Да, прямота и честность пришлась мне по душе. Не знаю. Она засмеялась и вернулась к своим котятам. Ну, ладно. Не могу сказать, что ты меня раздражаешь. Просто я задумался. Подбирая слова, которые можно было выразить в свои чувства. Я просто не люблю людей, которые думают, что они могут изменить мир. А почему бы и нет? Потому что это глупо. Человеческая жизнь просто капля в море. Ты ведь... Сам в это не веришь? Да, верю. Нет, верю. Черт. Я слушаю английский перевод. Он такой... Я такой... Да, верю. Я, знаешь, перевожу все. Что? Это лучше, чем верить, что я на самом деле могу что-то изменить. Тогда зачем ты вернулся? Чего? Ты хочешь верить, но просто боишься. Ты боишься, что ничего не изменишь. Потому не пытаешься. Я не... На самом деле я не могу сказать, что она не права. Кода. Да. Даже если моя жизнь это всего лишь капля, от каждой капли по воде расходятся круги. Она ушла. Прежде чем я смог ей ответить, мне все равно нечего было сказать. Обычно я злился, если кто-то пытается переубедить меня своими заурядными, якобы вдохновляющими речами. Но сейчас все изменилось. Она не пыталась мне ничего внушить. Она действительно верила в свои слова. Кью. Такая веселая и уверенная в себе, но в ней нет ни капли... Безрассудства. Или гордости. Она верит, что способна изменить мир с помощью печенья и улыбки. Честно говоря, не знаю, сможет ли она это или нет. Но я знаю, что ей удалось изменить меня. Я взял в руки цифровик, чтобы запечатлеть закат. Задаваясь вопросом, что же эта загадочная девочка принесет мне завтра. Может быть, я тоже должен принести что-нибудь для нее. Может быть, я спрошу, когда буду ее фотографировать. Это только первая капля. Это так миленько было и душевно. Ну да, я в конце прям чуть слезу не пустил. Ладно, не пустил. Фочек, кстати, не цифровик, самое интересное. Печеньки. Спасибо за внимание, господа. Спасибо вам за внимание. И правда, ну мы попробовали. Вы можете рассказать нам, как ваши впечатления в комментариях. Да, понравилось вам или нет, стоит нам это продолжать или сразу лучше уже рубить на корне. Не, на самом деле, я думаю, стоит чисто ради интереса для себя. Тут в любом случае найдется какая-то своя аудитория, которой это понравится обязательно. А в будущем, конечно же, будут все видео лучше, потому что мы немножко натренируемся. Ибо это, честно говоря, вообще прям вот прям первый-первый-первый раз. Это чистая правда, да. Что ж, всем спасибо за внимание, да, всем хорошего, подписывайтесь там, да, лайки, приходите. Да, ставьте лайки, если вам действительно понравилась наша первая новелла. Я думаю, в дальнейшем их будет больше, если, конечно же, мы их осилим. И они будут дольше, да. Может, мы даже придумаем когда-то что-то свое. Что ж, всем удачи, всего хорошего. Пока-пока-пока. Пока. Пока.